Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике смена ресторана. Мы уже как-то это местечко обозревали. Здесь был фазан. Здесь были клетки, внутри всякие живые птички, отличная свинина, живой фазан. Все было очень вкусно. Но прекратил существование тот ресторанчик. Теперь здесь морепродукты. И самое главное, дешевые морепродукты. Здесь самые дешевые устрицы, которые мы до сих пор вообще везде встречали. Одна устрищка, 7 тысяч донгов. А давайте-ка отъедимся сегодня морепродуктами. Встречает нас внутри довольно скромный антуражик. Если снаружи он действительно выглядит неплохо, ты такой подъезжаешь, о, неоновые огни, что-то, что-то, такой даже дизайн небольшой присутствует, то, заходя внутрь, превращается это все в обычную кафешку-столовку. Но при этом и цены как раз-таки подобающие. То есть, как я уже выше сказал, действительно очень низкие цены на устрицы, на кальмары и прочее, не знаю. Здесь основная тема вот этой вот кафехи, назовем ее так, это кот-поты, естественно. То есть ты заказываешь бульон за 69, а потом каждое наполнение, соответственно, какое хочешь, вот тебе будет. И ты накидываешь таким образом себе вот уже, может быть, и не самый дешевый какой-то кот-пот. Все, что дополнительно, да, пожалуйста, здесь уже есть действительно хорошие такие ценнички. Вот открыл, правда, и тоже нормально так, по 70, по 80. Но есть что-то и дорогое. Вон 150 тут началось. А ну-ка мне сейчас найду самое дорогое блюдо. Вот, нашли. 390 тысяч. На 6 персон какая-то курица. Из чего-то она здесь еще состоит с дополнительными какими-то ингредиентами. Или даже блюдами какими-то. Короче говоря, ничего дороже, чем вот это, я не нашел. Мы уже попросили устричек. Мы попросили по 2 устрицы каждого вида. Давайте смотреть, что нам за 7 тысяч, за одну штучку, что это такое принесут. Само собой, в такую цену никто и не ожидал, что это будут какие-то оковалки огромные. Да, вполне себе скромненькие устрички. Я взял 2 сырые, потом мы взяли 2 под сыром и еще 2 сатэ. То бишь, под соусом сатэ, который остренький. Короче говоря, стандартный набор. Так, с ноги, ага, не сняли, но признак типа свежести снимается легко. Ну, да, свежие, но не исключено, что это были замороженные. Это первое. То есть, никакой свежести морской в этом вкусе нет. Да, вполне себе свеженькие. Да, они дохлые, да, и так далее. Но не за этим ты ешь сырую устрицу. Вот поверьте мне на слово. Уж сколько я сырых устриц переел, не за этим ты ешь. Давайте попробуем с тем соусом, который вот нам типа соусом, который подали. Она не испорченная, ничего такого, но в ней напрочь отсутствует тот самый морской вкус, ради которого ты ешь устрицу. Поэтому солидно так. Я даже изваляю вообще все. Соль, острота. Я даже изваляю вообще все. Все равно не то. Наверное, Ромка был прав, когда сказал, что он здесь не хочет сырых устриц. Он говорит, хочу запеченных каких-нибудь. Вот давай, Ромка, пробовать запеченные. Сегодня я увидел первый раз, как вот этот сыр добавляется. А именно из бутылочки, которая, знаете, оливковое масло и прочее, вот что-то наливается. Вот так же из этой бутылочки, штрихнув, человек заливает это соусом. Так, Ромка, держи первую под сыром. А мне, соответственно, вот вторая. Что там за смесь? Я думаю, что здесь будет примерно то же самое, как и везде. Вот вкус этого плавленого сырка. Немножко отличается. А я бы сказал, это не так и плохо. Это первое. Дело в том, что довольно сладкая штука. Соус, это не под сыром. Это под соусом. Под сырным, скажем так, соусом. Это очень сладко. Это неплохо. Небольшой вкус молочки. Сыр, да, естественно, присутствует. Но такое впечатление, что это топленый чеддер. То есть, вот чеддер в чем-то развели. И, соответственно, вот в нем. Роман. Мне тоже понравился вкус устрицы. Не перебит. И сразу понятно, почему такая дешевая. Она прям супер маленькая. Да, верно. Во-первых, действительно, конечно же, маленькая. Во-вторых, они, скорее всего, да не скорее всего, а процентов на 90 там с лишним были замороженные. То есть, это не то место, где ты хочешь попробовать свежую устрицу. Это понятно. Под грилем, что свежак будет сегодня выловленный. Что вот это, по большому счету, разницы не будет. Ну да, она будет, конечно, и свежепойманной будет вкуснее. Но, соответственно, здесь это неплохо компенсируется теми самыми соусами. Поэтому захотели попробовать устрицы жареные, ну или прочие какие-нибудь там запаренные, то вот это можно сделать. Роман, держи, значит, теперь остренькую. Давай попробуем. Меня еще что удивило, когда человек готовил, вот он готовит устрица замороженная, да, и сок, естественно, внутри нее тоже замороженный. И вот он щипцами берет такой, оп, и сок сливает. На гриле. Серьезно, то есть вот то, что было внутри раковины. Морской вкус. Он просто берет и сливает. Ты заснял это, Ром? Как он сливает соки? Я заснял! Я заснял! Ого! Ого! Вот эта штука вообще не про устрицу. Ничего себе они. Рома моментально кружечку с водичкой. Слушай, это очень суровый. Это устрица челлендж. Что ты скажешь? Этот соус, он тебе не подходит, он... Да он убил все. Я его встречал только, когда им обмазывают хитин у креветок. Да. И потом ты снимаешь хитин вместе с соусом и ешь только креветок. Верно. Верно, Рома, подмечает. Это слишком остро. У меня даже, похоже, рожа раскраснелась. Я так чувствую, что прям горю немножко. Устрица здесь вообще не в тему. Это отдельно. Это вот, знаешь, для суровой говядины, для свиных ребер. Вот такая острота подходит. Для устрицы, для нежнейшего совершенно создания это... Ну, не знаю. Ладно. Окей. Чем-нибудь полегче. Морепродуктовыми салатиками. Давайте посмотрим, почем они у них. О, я до сих пор еще от устрицы отойти не могу. Вот он салат. Называется салат с рыбой катрич. То есть, на мой взгляд, это анчоусы, а Рома, как всегда говорил, что это какие-то селедочки маленькие. Самое главное. Этот салат мы встречали в обзоре на острое Фукуи. И там это был ром-салат. Помнишь, да? Вот там это была вот такая горка. Сколько стоит, я не помню. Вот здесь вот появится. И, наверное, рядышком тоже картинка с того обзора. Потому что там это было дешево и выглядела прям огромная порция. Здесь же это... Ну, прям, скажем, немного рыбешки. Рыбешка. Ну, считать, я думаю, здесь не надо. Все-таки рыбешки имеются. Давайте посмотрим. А, ну, по количеству рыбы, может быть, даже и неплохо. Только что-то с зеленью-то не очень. А где лучок зеленый? О-о-о, тут репчатый, и его что-то совсем мало внизу. Мяты-то... Мяты вот, пожалуйста, хватает. А что-то с лучком-то не очень. Я, по-моему, на острове, когда мы ели это дело, я поел рыбки. И потом подлил это все рыбным соусом, и замечательный вкусный лучок был. Ну, естественно, как салат и положено. Давайте перемешаем, и, соответственно, вместе будем все пробовать. Окей. Ну, овощичек маловато. По рыбе вроде ничего. Давайте вот так вместе пару рыбок, лучок, мята. Рыба сухая какая-то. Нет. Вкус практически тот же самый, который... Да нет, тот же самый, только по суше. А так, ну да. Ром, ты же знаешь и любишь этот салат, правильно? Да. Только какое-то все сухое. Ну, вот серьезно. Вот мята, вот рыба, вот лучок. Только сухо. Ну, давайте сейчас более экспертного мнения в данном случае Роминого дождемся. Потому что он действительно любит этот салат. Мне на острове он очень понравился. Это было вкусно, это было много рыбы, это было много лука, который я потом сидел, отъедал. Ну, любитель я лучка, значит, особенно под рыбным соусом, это вообще отдельная тема. Это как вот у нас люди под уксусом любят, знаете, такой быстро маринованный лучок. Вот так же я под рыбным советую купить маленькую бутылочку рыбного и буквально там чайную ложечку на целую головку лука такую нашинкованную кинули, дали постоять. Можно и уксуса пару капель, именно капель буквально. И после этого вообще кайфовая закуска. Ром, пробуй, держи. На мой взгляд, все неплохо, все хорошо, мало лука и почему-то суховато. Не знаю. Да, да, и цена. Вот сейчас, соответственно, Рома попробует, мы поговорим о цене. Он пока не знает. Это, кстати, не тот салат, это просто у них есть вид подачи вот такой рыбы, когда она просто на луке подается. А есть полноценный салат. То есть это просто вот... Так нет, подожди, написано Гой Катрич, то есть салат, Гой Салат, Катрич, вот это рыбешка. Это стандартный салат, который везде такой салат. Гой Катрич, это все. Это как у нас, знаешь, будет борщ. И ты понимаешь, что тебя ожидает, да? Ну вот, я ожидал совсем другого салата, потому что там намного больше ингредиентов. Но и такую подачу я тоже встречал, просто лук и вот это рыба. Но, блин, невозможно есть, потому что она лежала. Ну, рыбешка либо подвяленная, что они, может быть, специально сделали, потому что она действительно сухая. Либо они уже, знаешь, типа у них это плохо продается, и они такие как-то лежит, спасали ее. Не знаю, не хочется в это верить. Мне хочется думать о том, что это действительно так и должно быть. Но другой вопрос, что это ни в какое сравнение не идет с тем, что мы пробовали на острове. Не помню, сколько оно стоит. Как думаешь, сколько за это, Ром? Или сколько бы ты заплатил, скажем так? Ну, если бы свежая рыба была, то 100-120 вполне за такое количество рыбы. Короче говоря, это стоит сотку, но Рома говорит о том, что рыба нет, да? Ну, она испорчена. То есть, невозможно есть. Не, ну, это вяленая, она не испорчена, она вяленая. Ну, мне неприятный аромат, я не знаю. Ну, окей, Рома, значит, она не любитель, значит, это мы завтра узнаем. Короче говоря, лука мало, рыба не та, которую мы привыкли видеть в этом салате, хотя, на мой взгляд, и нормально, но вот Рома, значит, не любитель. Ну, при этом стоит еще сотку. Следующий салат у нас с рыбкой, которую Рома как раз изначально думал, что будет первый салат, который вот он любитель. Но нет, камай, вот это, рыбеха, это ставридка. В данном случае выглядит-то все неплохо. Очень остро это выглядит. И, соответственно, призвано, чтобы ты делал из этого спринг-роллы. Кстати, огурчики, надо отметить, маленькие и замечательные. То есть, это не толстошкурные в кои-то веки здесь брошенные огурчики, а действительно какие-то маленькие, симпатичные. Так, этот соус нет для огурцов. Огурец хорош сам по себе. Да, неплохо. Отличные маленькие огурчики с тоненькой шкуркой, то есть, которые я обычно покупаю в супермаркете. Кайф. Зеленюха, базилик. Что тут еще? Вот эта вот остренькая интересная трава. Она кислая, кислая. Остренькая, я имею в виду, края острые, как асока. Значит, этот у нас что тут? Это базилик или этот самый собачья трава? Не знаю. Короче, ладно. Зеленый манго. Дальше сама рыбеха под лучком. Сколько у нас самой рыбехи? Давай смотреть. Да, это все сама рыба. Снизу немножко там еще лучка накидано. Слушай, ну вот это порция. Вот это нормально. Вот это хорошо. То есть, здесь на рыбу как бы вообще не пожадились и всего остального, ну, окей. Не, ну, действительно, вот это сало. Вот это я понимаю. Ну, вот она, ставридка. Прямо сразу видно по вот этой шкурятке, что да, те самые ставридочки. Самая рыбешка. Ром, да у них, походу, вот это все подвялено. То есть, это не, знаешь, не то, что у них что-то там пропало и еще что-то. Это фишка. У них рыба подвялена. Ром такой, ну, нет, почему я должен страдать? Ну, я всегда считал, что рыба подвялена, она не должна вонять испорченной какой-то, пропавшей рыбой. Так у нее и нет этого запаха. Она подвяленая. Она и пахнет вяленой рыбой. Ну, там был в той рыбе. Нет. Сейчас в этой проекте. И там запах был вяленой рыбы. Не слушайте Рому, он и вяленая рыба, это две противоположности. Как эту вялили, я не знаю. Я, например, вялю в закрытых боксах. И, соответственно, если я денем вот подержу рыбешку, ставридку вот так, вот она у меня будет вот такого запаха. Это просто определенный вид готовки. То, что это, может быть, до этого засижено было муками, да, не исключено. Заешь зеленым манго. Не, ну Рома просто такой, нет, все, нет, вообще нет. Я наоборот, хотел сказать, вот эта не воняет. А, вот эта нормальная тебе? А та воняет, да. Это не воняет. То есть вот эта сойдет, а вот та нет. Окей. Попробуем теперь спрингрольчик. Смирился. Даже два кусочка огурца сюда бы зашло. Дело в том, что рыба сухая, рыба подвяленая. И свежести крайне не хватает в этом спрингроле, что означает свежий весенний, значит, ролл. И, соответственно, Ром, не знаю, вот твое мнение по поводу салата вот этого. Ну вот, на мой взгляд, что то, что это не салат, это просто способ подачи рыбы с луком. Закушка. Ну да. И вот этот вариант мне понравился. Мне и рыба понравилась, и в спрингроле она понравилась. В отличие от предыдущего, где она воняла. Ну, для меня мне так показалось. Окей, то есть в тавритках типа получше. Хорошо. А тут нас ждала небольшая подстава. Дело в том, что на странице с салатами я увидел единственное знакомое слово. Мык, то бишь кальмар. И, соответственно, его и заказал на странице с салатами. Нам приехал сушеный кальмарчик. Вот, нате вам его, кушайте. По цене от 79 до 120. Не знаю уж во сколько конкретно этот нам вошелся. Ром, ну, как обычно. А, да, я забыл его поперек надрывать. Сушеный кальмар. Чисто закусочка под пивас. Ничем не отличается от других мест, где ты заказываешь ровно того же самого сушеного кальмара. Здесь он целый, со щупалками, со всеми делами. Хорошая закуска. Единственное, я могу сказать, Ром, по-моему, самый дорогой у нас чуть ли не 200 стоил, да? Ну, да. Да, здесь вот самый потолок, если это вот нам обойдется в 120, ну, окей, хорошо. Никаких претензий. Обычный, резиновый, такой вяленый кальмар. Хорошо. И мы сидим таки с Ромкой голову ломаем, а что бы нам полирнуть? Чем бы полирнуть? И кто-то скажет такой, Костян, так и ясное дело. Ты же в самом начале сказал, что основная тема здесь это хот-поты. И мы полирни. Да, свежесть морепродуктов, честно говоря, оставляет желать лучшего. Поэтому я не хочу разоряться сейчас на действительно какие-то суммы. Здесь есть креветки-гриль. И чтобы поставить конкретную, финальную точку по морепродуктам в здешнем ресторане, потому что на гугл-картах он так и написан, морепродуктовый ресторан. Давайте закажем креветки-гриль. Тем более, что они здесь самые дешевые из всех креветок-гриль, которые я встречал. 60 тысяч. Я не знаю, сколько их за эту цену будет, какого качества они будут, вяленые ли или какие-то другие. Вот давайте и проверим. И жирнючую какую-то точку финальную на этом поставим. А теперь что же? Креветочки подъехали. Размер неплохой. Действительно крупные креветки. Четыре штуки, напомню, 60 тысяч донгов. И мы здесь с Ромкой сейчас такие немножко заспорили. Типа, а сколько нормальная порция стоит и сколько в ней креветок? И Рома говорит, значит, там обычно, значит, 110-120 тысяч это стоит за 9 креветок. Ром, но не таких огромных. Ну, согласись. Примерно таких же. Хорошо, примерно таких же. То есть, по Роминому мнению, в данном случае это оверпрайс, потому что здесь за 120 будет 8, а обычно где-то за 120 там 9 получается. Ну и, соответственно, ой, горячущие, чуть-чуть придется подождать. Ну, я надеюсь, хотя бы это будет свежак, а не размороженные креветки. Уж тем более в цену, которую Рома говорит, даже чуть-чуть высоковато. Мы-то приехали вообще-то дешево поесть морепродукты. Давайте отведаем. Вроде неплохо ломается. Пока что по ощущениям вроде бы свежачок. Сейчас заценим. Да, снимается, чистится неплохо. Так, и оп, готово дело. Пока без соуса, и тут и так все в соусе. Отличная креветка. Слушай, как это нюх работает, а? Это специальные блюда в салате были, которые рыбеха не свежая, а значит, какая-то, не пойми какая, а хорошие креветки. Ну, с Ромкой по паре штук сейчас съедим. Ну, нет, вот креветки, это то, зачем ты приехал, это свежак, это хорошо, это здорово, вообще нормально. Ром, по креветкам. Слушай, ну здесь прям вообще топ, она идеальна по свежести, и они прямо секунду в секунду ее идеально приготовили. Ну, короче говоря, действительно, до креветок докопаться просто невозможно, в отличие от некоторых других блюд, почти всех. Вы знаете, крайне двоякое мнение об этом заведении. Дело в том, что вот они лежат, свежие устрицы, и вот их много, и они не выглядят какими-то замороженными, что тысячу их здесь вот, которые лежат, открыли, и то, что нам подали, сухомятка, как будто бы размороженная, и она невкусная устрица. Я вот в конце, когда сейчас договорю, вот хочу вот это попробовать, серьезно, вот прям вот это. Очень странно видеть заведение, которое позиционирует себя как морепродуктовое заведение. Зачем гнаться за такой дешевизной, если ты не обеспечиваешь ту самую свежесть, которую должны обеспечивать свежие морепродукты, когда ты в ресторане подаешь, черт возьми, свежие морепродукты, креветки огонь, отличные. То, что нам подали в виде устриц, сырые совсем не то. То, что под сыром или под сатэ-соусом, ну там вообще разговоров нет. Да, окей, сырный сойдет, сатэ-соус вообще не про устрицы, там ее нет. Отсюда у меня действительно возникает небольшое понимание того, почему здесь в основном практикуется хот-пот. А потому что в хот-поте, когда все сварено, наплевать, какой свежести у тебя были морепродукты. Но надо отметить креветки. Действительно огонь, действительно отличный, как, как говорится, в лучших заведениях. Ну и отдельный, конечно же, разговор о салатах. То есть это совсем не тот салат-гой-катрич, который мы привыкли видеть. Если ты его обычно заказываешь, это свежайшие меленькие рыбешки. Много лука, много всякой зелени. И это вот такая горка, которую ты на много человек, не один, естественно, а на много человек съедаешь. Еще и рыбненьким соусом залил, чтобы овощи размягчились. И вот такая штука получается. Здесь это особь статья, это совершенно что-то другое. Короче говоря, на мой взгляд, пока что это заведение зря заменило фазана. Там было интереснее, там была отличная свинина, там было интересно посмотреть на клетку с фазанами, а здесь сейчас аквариум с одинокой малюсенькой рыбешкой плавает. Ковид убивает много хороших заведений, поэтому здесь пока что вот так вот. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. И с их разрешения я вот прям вот так вот хочу вот эту вот устричку съесть. Чтоб они ничего не делали перед тем, как принести мне ее, соответственно, на стол. Вот посмотрим, что это. Ну, да, здесь намного свежее вкус. Да, это намного лучше. Зачем они вот из этого превратили то, что получили мы на столе? Вот нам не это подали. А зачем? А кто это сделал? Серьезно, вот кто это сделал? Здесь они, ну, хорошие свежие устрицы. Я не знаю, я не знаю. Отказываюсь понимать, зачем это было сделано. Ком-лам это рис, работа, 4 человека. Рома записался в гугл-транплейт. Рис, работа, 4 человека. Ой, я что, остротой глаз потерт, что ли? Нет, вроде. Да е-мое. Сейчас глаз раскраснеется и буду плакать. Можем ли мы после этого доверять экспертному мнению Романа? Интересно, а у нас сегодня будет удачное блюдо? Смотрите продолжение. Рома записался. Рома записался. Рома записался. Субтитры сделал DimaTorzok